Боксер Джимми Кала Но позже с ним рассчитался Уже позапрошлым году, в 2003 Байрам Победил его по очкам Он тогда был чемпионом Франции Кризовой категории до 72,6 Прошу прощения, до 69,9 килограмма Той же кризовой категории, в которой он выступает и сейчас Попал, сейчас справа Байрам, но, мне кажется, не полностью вложился В этот удар Видели, вот такой удар справа по корпусу Дзензи рука И движение рукой показало, что удар дошел до цели И был болезненным К сожалению, под этим углом трудно было сказать По защите или по цели Вот это по цели было И сейчас сбоку неплохой удар Не очень точный и сильный, но все же Корпусом защищается Дзензи рука и контратакует Ну, где-то пару раундов назад Перерывы тренер ему именно это и советовал делать Я думаю, что американские тренеры Одобрили бы многие действия Дзензи рука В частности, в том, как он работает корпусом И не засыпай, Сережа После атаки своей не засыпай Такое слышите там, что и тренер немножко уже по-русски говорит И Сергей уже немножко понимает В принципе, советует ему контратаковать Провоцировать Провоцировать Байрам и контратаковать Выдергивать Проще говоря Попал, попал С обеих рук В частности, слева Вот этим своим таким Полуснизу полупрямым Дзензи рука Очень неудобный удар Как всякий нестандартный удар О, еще попал снизу Слева Стойкий парень Байрам И такой реваншист Пропустил Окрысился слегка Пошел вперед Но большого успеха не имел Прямо скажем По корпусу Пробил дзензи рук В разрез левый попал Сергей Ну что, потихонечку так Растет преимущество дзензи рука Надеемся, что так будет и впредь Небольшая такая пауза возникла Ну, защищается Байрам Руки на месте Сергей Преодечки делает именно то, что ему советуют делать в углу То есть он Остается на месте В момент атаки Байрама Защищается корпусом И пытается контратковать Иногда получается совсем неплохо Ну вот Сохранил силы До концов те раунда Байрам Пара эпизодов Честно говоря Мне не очень понравились Но это все Скажем так Мелочи Самые последние секунды Все-таки за дзензи руку Небольшой раунд был Небольшой раунд был Чувствуешь, да? Все-таки за дзензи руку Консистен Да, как-то по-моему меньше стал По корпусу бить дзензи руку А чем его напоминают его в углу Помните, как в первом Втором раунде В первом раунде Неожиданно Атаковал дважды По корпусу Дзензи руку Какой эффект это имело В затяжные атаки Не бросаются Ни тот, ни другой боксер Поэтому поединок так и проходит В стиле, скажем Тактической перестрелки Хотя Сейчас Долго Практически Выстаивал под огнем Пропускаю Только вскользь дзензи руку И потом контратаковал своим Левым вот этим ударом Снизу Полупрямым Вот сейчас по корпусу левой Но для Байрама это не было Такой уж большой неожиданностью Он уже тоже несколько присмотрелся К тому, что делает дзензи руку Неважный эпизод Ну это лишь эпизод Только скоростью Пора Слышите, советую по корпусу Ну правильно Тут уже В общем-то Байрам привык К тому, что дзензи руку бьет в голову Но видите, судя по тому, как он держит руки Он готов Ага, и к ударам в корпус Аперкот там был в челюсть Справа В исполнении Байрама Тяжелый бой У украинского боксера Попал, попал Как минимум дважды попал Дзензи руку Удар байраму вскользь пришелся Как и несколько последующих В общем-то Дзензи руку кажется мне немного посвежее В этом раунде Хотя все еще может повернуться в любую сторону В этой встрече Сергей, ты видел? Если ты сжигаешь 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 Левый на левый Левый на левый Левый на левом Сжигаешь Левый на левый Левый, он вверх Он поднимает Вы слышали Совет Ох, вот этот Хороший Справа сбоку пропустил Дзензи руку Да? Двruk Тупо Все что мы должны Попал 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 Восьмой раунд. Неудобный соперник.